Я приветствую аудиторию информационно-аналитического портала Союзного Государства. И сегодня мы проведем интернет-видеобрифинг выполнения программы Союзного Государства Мониторинг СГ, как ученые Белоруссии и России осваивают космос. Сейчас мы находимся в Объединенном Институте проблем информатики Национальной Академии Наук. И на наши вопросы согласился ответить исполнительный директор программы Мониторинг СГ Сергей Кореняко. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Анатольевич, Союзного Государства. На 2013-2017 годы запланирована новая программа разработка космических и наземных средств обеспечения потребителей России и Белоруссии информацией дистанционного зондирования Земли, сокращенно Мониторинг СГ. Расскажите, почему возникла необходимость такой программы? Кто выступает ее заказчиком с белорусской и российской сторон? Посылками разработки и реализации программы являются те проблемы, которые возникли в последнее время в процессе создания ракетно-космической техники, а также при решении задач дистанционного зондирования Земли, в том числе при создании малогабаритных космических аппаратов, признанозначенных для этой цели. В первую очередь следует отметить отсутствие возможности оперативного получения качественной информации дистанционного зондирования территории Союзного Государства, получаемой оперативно из космоса для потребителей России, Белоруссии и сопредельных стран. Значит, вне зависимости от погодных условий. Кроме того, недостаточно высокая надежность по сравнению с западными аналогами бортовых и специальных обеспечивающих систем космических аппаратов, что связано с невыполнением полного цикла разработки и технологической отработки на Земле этих систем, а также отсутствием так называемых технологических спутников для отработки этих систем космоса. В недостаточной мере промышленностью Белоруссии и России выпускаются надежные и разнообразные приборы дистанционного зондирования Земли, которые в микроволновой и оптических областях спектра для решения реализации новых технологий дистанционного зондирования. Причиной возникновения этих проблем явилась в первую очередь малочисленность той орбитальной группировки космических аппаратов, которая на сегодняшний день действует на орбите. И я имею в виду в первую очередь отечественных аппаратов. А также то, что в последние десятилетия при разработке принципиально новых систем и изделий космической техники, не в полной мере осуществлялась их разработка, стендовая отработка на Земле, в том числе из-за отсутствия специально разработанных программно-технических моделирующих комплексов. А также в тех случаях, когда невозможно было проверить технические решения на Земле, не осуществлялась их проверка в процессе летных испытаний в космосе. Значит, мест систем, создание надежных бортовых электронных радиотехнических систем, систем обеспечивающихся систем космических аппаратов, невозможно без выполнения полного цикла работ, которые должны, в общем-то, отвечать следующим принципам. Технические решения, которые принимаются при разработке новых космических аппаратов и средств, должны в основном базироваться на расчетах, которые проводятся на Земле. Если таких решений недостаточно или они не обеспечивают соответствующий уровень для принятия решений, значит, технические решения должны подтверждаться путем проведения натурных испытаний или моделирования на территории соответствующих предприятий разработчиков. Значит, ключевые критические решения при разработке космической техники отрабатываются в натурных условиях космического пространства. Для этих целей создаются специально технологические космические аппараты, которые должны быть запущены в космос для проверки этих технологических решений. Одним из направлений решений указанных проблем должна стать новая программа союзного государства «Мониторинг СГ». Значит, с учетом привлечения к выполнению научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ той кооперации, которая сложилась в последние годы между профильными предприятиями Белоруссии и России, с учетом наличия у них соответствующих заделок. Программа «Мониторинг СГ» была утверждена Советом министров союзного государства 11 октября 2013 года, постановление номер 4. В качестве государственных заказчиков от Российской Федерации выступает Федеральное космическое агентство от Республики Беларусь, «Национальная академия наук». Головными исполнителями этой программы с российской стороны выступает НИИ космических систем, являющийся филиалом Государственного научно-практического центра имени Гуничева от Республики Беларусь, Объединенный институт проблем информатики, «Национальная академия наук». Программа рассчитана на выполнение в течение 4-го квартала 2013 по 4-й квартал 2017 года. Сергей Анатольевич, расскажите, пожалуйста, какие этапы включает реализация программы, на какой стадии сейчас находится ученое союзного государства и что стоит в планах на этот год? Ну, программа рассчитана на выполнение трех основных этапов. Первый этап – это этап 2013-2014 года. Он предполагает разработку эскизных конструкторской технологической документации, разработку эскизных технических проектов, создание моделей лабораторных, макетов. Проведение исследовательских работ, а также разработку программных алгоритмов для реализации тех информационных технологий, которые являются одной из составляющих научно-технической продукции по данной программе. Эти работы запланированы на 2013-2014 годы, являются первым этапом. На втором этапе планируется разработка рабочей конструкторской документации, эксплуатационной документации, а также изготовление экспериментальных образцов научно-технической продукции, проведение ее лабораторных и предварительных испытаний с целью проверки принятых основных технических решений. И на третьем этапе, в 2017 году, планируется проведение комплексных испытаний созданной научно-технической продукции, отработка эксплуатационных и технических параметров созданной научно-технической продукции, а также проведение ее приемочных испытаний и корректировка документации по результатам выполнения этих работ. В настоящее время исполнители как с Российской Федерацией, так и со стороны Белоруссии выполняют первый этап работы, о котором я говорил уже. Академик Национальной Академии Наук Петр Витязь неоднократно заявлял о необходимости создания в рамках Союзного Государства целой системы спутников дистанционного зондирования Земли. Как этот вопрос будет решаться в рамках программы «Мониторинг СГМ»? В рамках обсуждаемой программы реализуется ряд совместных проектов, которые направлены на создание научно-технических заделов, позволяющих в сжатые сроки решить проблему расширения орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли за счет создания отечественных маломассгабаритных спутников ДЗЗ, а также оснащения их соответствующей перспективной, целевой, научной и обеспечивающей аппаратурой. В первую очередь речь идет о создании перспективной радиолокационной, гиперспектральной оптоэлектронной целевой аппаратуры высокого и среднего разрешения для космических аппаратов и соответствующих информационных технологий ее использования в интересах потребителей. В качестве примера можно отметить планируемый в ближайшее время запуск в космос макета мультиспектральной съемочной системы, предназначенной для использования в качестве целевой аппаратуры для микроспутника дистанционного зондирования Земли, а также проведение испытаний экспериментальных образцов другой вышеуказанной целевой аппаратуры, позволяющей существенно сократить сроки запуска новых аппаратов ДЗЗ, а также которые будут обеспечивать потребителей Беларуси и России качественной информацией из космоса. — Четыре года реализации программы срок, наверное, небольшой, когда речь идет о космических технологиях. Что в итоге рассчитывают получить российские и белорусские ученые по окончанию работы над программой, и какие задачи будут решены с помощью этой программы? — В результате реализации программных мероприятий белорусскими и российскими исполнителями планируется получить научно-технические результаты, позволяющие создать новые технологии и образцы космических средств, обеспечить их работоспособность и живучесть в условиях воздействия космических факторов, а также возможность получения широким кругом потребителей доступной и качественной космической информации дистанционного задирования Земли. В том числе это касается технологий применения, проектной документации и экспериментальной аппаратуры контроля диагностики бортовых систем агрегатов для проведения натурных экспериментов, о которых я говорил выше, с целью проверки их работоспособности и живучести в условиях воздействия космического пространства. Это проектная документация и аппаратура, и программно-моделирующие комплексы, предназначенные для лабораторной отработки специальной научной аппаратуры, космических аппаратов и обеспечивающих систем спутников дистанционного зондирования Земли, которые позволят на Земле отработать, промоделировать соответствующие технические решения, закладываемые при разработке данной космической техники. Это технологии и средства обработки качества меняющейся космической информации, получаемые от вышеуказанной перспективной аппаратуры наблюдения, в том числе от радиолокационного комплекса СВЧ, от новой гиперспектральной аппаратуры, а также и новые технологии приема и обработки космической информации от действующей орбитальной группировки космических аппаратов. Это средства и методы и формы обслуживания потребителей космической информации, заинтересованных в использовании ее для решения задач экономики. Это малогабаритные образцы перспективной аппаратуры, в том числе экспериментальный образец радиолокационного комплекса дистанционного зондирования Земли, гиперспектральный оптико-электронный комплекс. Это новые материалы, новая элементная база, предназначенная для использования в космических аппаратах и рассчитанная на эксплуатацию в условиях космического пространства. Ну и, конечно, это новые образцы программно-технических комплексов для совершенствования материально-технической базы высших учебных заведений, которые проводят обучение, подготовку специалистов по космическим специальностям. Очевидно, что совместная работа белорусских и российских ученых на мониторинге СГ не закончится. В какие новые проекты может перерасти эта программа? Ну, практически все проекты программы мониторинг СГ нацелены на конкретных потребителей, заинтересованных в дальнейшем использовании полученных результатов в рамках реализации этой программы. Это стало одним из основных требований при формировании программы и отборе соответствующих заданий. Поэтому государственные заказчики и мы, исполнители программы, рассчитываем и будем стремиться к тому, чтобы созданная научно-техническая продукция стала заделом для проведения опытно-конструкторских, опытно-технологических работ с предприятиями и потребителями, в результате которых в сжатые сроки будут созданы опытные образцы изделий и подготовлено производство для их тиражирования. Это, в первую очередь, относится к разрабатываемой целевой аппаратуре научной, обеспечивающей аппаратурой космического базирования, новым материалам и элементной базе для космической техники. Создаваемая же экспериментальная аппаратура контроля, диагностики бортовых систем и агрегатов для проведения натурных испытаний и экспериментов, а также для программно-моделирующих комплексов для лабораторной отработки обеспечивающих систем целевой аппаратуры, научной аппаратуры, космических средств, планируется довести до уровня опытных образцов с предприятиями и потребителями с целью их использования непосредственно в технологическом процессе, а также возможного воспроизводства по заказам заинтересованных организаций ракетно-космической отраски. Новые технологии и средства обработки качества меняющейся космической информации, получаемые от перспективной аппаратуры наблюдения, в том числе радиолокационного комплекса с радиолокатором СВЧ, с гиперспектральной оптико-электронного комплекса, а также новые технологии приема обработки космической информации от белорусско-российской орбитальной космической группировки аппаратов будут адаптированы под потребителей космической информации в Белоруссии и России, а также при необходимости третьих стран. Вышеуказанные задачи планируется решить в рамках договоров и контрактов с конкретными предприятиями потребителями научно-технической продукции. Наряду с этим полученные результаты станут заделами для разработки новой национальной космической программы Республики Беларусь на 2014-2018 годы, а также новых программ союзного государства по космической тематике, задачи которой в настоящее время прорабатываются специально созданной рабочей группой со стороны Федерального космического агентства России и Национальной академии наук. С 1999 года мониторинг СГЭ – это уже пятая программа союзного государства в области освоения космоса. Результаты реализации этих программ, успешный запуск белорусского космического аппарата в 2012 году позволяют говорить о рождении Республики Беларусь новой космической отрасли. Где будет востребован ее потенциал и какую экономическую выгоду принесут космические разработки? Реализация программы позволит обеспечить значительное сокращение сроков и затрат на разработку и создание новых образцов орбитальных и наземных космических средств и технологий без существенного увеличения производственных мощностей задействованных предприятий и организаций космической отрасли в рамках национальных программ, а также повысить эффективность эксплуатации космической техники, а также рационально использовать специализацию белорусских и российских предприятий по схемотехническим, компоновочным, технологическим решениям, созданию перспективной целевой и научной аппаратуры космических средств, новых информационных технологиях, направлением создания новых конструкционных материалов покрытия радиационно-стойкой элементной базы. Кроме того, позволит использовать квалифицированные кадры научно-производственную и технологическую базу наших государств для проведения совместных работ по актуальным для Республики Беларусь и России направлениям в области космической техники. В процессе реализации программы «Мониторинг СГ» участвует около 2000 ученых, специалистов, рабочих, более 50 научно-исследовательских организаций, конструкторских бюро предприятий Беларуси В частности, интеллектуальный и производственный потенциал указанных научных учреждений, предприятий высших учебных заведений Беларуси может быть использован для решения следующих задач по программе. Это разработка и изготовление новых образцов целевой, в том числе гиперспектральной, радарной аппаратуры дистанционно-зондированной зеленоземных систем цифровой обработки космической информации, оптоэлектронных и других приборов космической техники. Это разработка и изготовление образцов научной аппаратуры аэрокосмического и наземного базирования для исследования наземного и околоземного пространства. Это разработка новых информационных технологий приема, обработки, хранения и доведения до потребителей информации из космоса с использованием, получаемой от перспективной целевой и научной аппаратуры, в том числе на основе использования современных достижений вычислительной, в том числе суперкомпьютерной и телекоммуникационной техники. Это создание и освоение новых конструкционных материалов, новой элементной базы, защитных покрытий, ориентированных для использования в условиях космического пространства. Ну и это развитие материально-технической базы системы образования для подготовки и переподготовки специалистов по космическим специальностям. Разработка и последующие изменения перспективных технологий космических средств нового поколения создаст, в частности, для Республики Беларусь и для России удешевление информации в интересах решения следующих отраслевых задач. Это анализ чрезвычайных ситуаций и подготовка материалов для принятия соответствующих управленческих решений по предотвращению и ликвидации этих ситуаций. Это использование информации в интересах лесного, сельского хозяйства, водного хозяйства и охраны природы. Это исследование природных ресурсов и поиск полезных ископаемых. Это создание и обновление массива опорной картографической информации по результатам съемки из космоса. Решение этих задач, естественно, базируется на планируемой модернизации Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли в интересах обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития страны. Задачи, которые планируется решить, дают основания полагать, что реализация программы союзного государства станет важным шагом в направлении повышения работоспособности и надежности космической техники, эффективное использование действующей белорусско-российской космической группировки аппаратов, дальнейшего развития орбитального и наземного сегмента белорусско-космической системы дистанционного зондирования Земли, совершенствование коопераций и профильных предприятий Белоруссии и России по созданию конкурентоспособной научно-технической продукции для активного участия наших государств на мировом рынке космических средств, технологий и услуг. Сергей Анатольевич, спасибо за такие интересные и конструктивные ответы. На этом мы заканчиваем наш интернет-видеобрифинг. Спасибо за внимание. Спасибо вам за внимание к проблеме развития космической техники в Белоруссии и России и проблемам реализации программы Союзного государства по космической тематике.